приветствую всех зрителей и подписчиков канала также гостей пришедших для просмотра данного ролика глава 8 братство смерть с небес mortal kombat 1 продолжаем играть и москва надо уходить сейчас джонни джонни кенши кунг лао выжили старшие боги мы наткнулись на внутренних демонов принцессы милины она отняла у меня зрение но сын-то по-своему восстановила я рад что сын-то сродился с тобой я надеялся что на этот раз это произойдет иначе на этот раз прости кеншо я оговорился монахи займутся твоими ранами он сбежал понимаю почему он тебе не нравится отдыхали потом поговорим можно мне еще мартини сбоку ныне смешанный прошу прощения встречаю новых игроков за земное царство без них мы бы не спаслись ашра и сайзат вы знаете нас я защитник земного царства и многое вам известно о моем бывшем хозяине кунчи он сговорился с шанзуном новый смертельный альянс идемте все вы расскажете мне все что знаете ну мартини я не дождусь шангсун и куанчи вне тут заговор против земного царства о чем рассказывает джонни и кенши не должно происходить видел как я переписал историю я дал колдуна бессмысленной жизни они не должны были прийти к власти уж тем более объединить силы и ваша работа была безупречна таким их жизни были бы если бы кто-то не вмешался вмешался о чем ты обоих колдунов посетила эта женщина ее вмешательство изменило пути жизни неизвестно я личность скрыта от песочных часов кто может обладать такой силой кровли к воскресла это невозможно уничтоженного титана нельзя возродить значит вы же тот еще из предыдущей временной линии это жаждущий отомстить мне это единственная право подобная теория ты должен выяснить верно ли она держит от этого может зависеть судьба царства сколько мы будем ждать слишком много дел требует внимание люка если бы отец был здесь он посоветовал бы нам ждать нет и теперь я великий мастер учение не ушло естественно она должна и дальше направлять нас направлять до ограничивать не отказываться от традиций знаю свое место тамашей отец принял тебя сделал один из нас но ты никогда не будешь любое по крови лорд луканг примет вас давно пора шанс он здесь в руинах замка есть он уже начал строить похитители душ вы должны уничтожить их и поймать шансу прежде чем они смогут навредить земному царству мы отправляемся немедленно мы пойдем с вами вы будете помешать мы с рейденом больше нас учили иначе нужны годы чтобы овладеть нашими навыками я полностью уверен вас рейденом не ваша помощь нуждал в другом месте идите в уши монахи должны подготовить вас к войне придется перелезать через стену надо найти наименее защищенный участок прежде чем начинать подъем наконец-то мы нашли достойного противника победа покроет нас славой славой мы сражаемся ради долга где веселится дух отца я слышу лишь его голос мы должны уважать его видение дыхание видение ему не хватало он не замечал наше превосходство мы согласились защищать земное царство хотя могли возглавить его наш клан не правит он служит каково наше прошлое но не будущее а так можно да просто вверх ты все я на этот план эту веревку используют вот там у льдины дайте по саб-зир а этот просто летит а и а и и и и и и он услышал рассказывал битвах с такими как ты я считал сказка земля не скоро узнаю мой мир голода и придет сюда покормить о в в в в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 чем до него не дотягивается теперь решать я могу дать тебе свободу или могу лишить жизни а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может теперь ты выслушаешь мое предложение? Откуда ты знаешь, что для меня важно? Мы не знаем друг друга Я знаю, что ты хочешь вырваться из-под контроля Люкана Добиться для своего клана неимоверной власти Я могу помочь и с тем, и с другим Не слушай его, брат Он предлагает лишь порог Великий мастер, уверен Ты не задаешься вопросом Можно ли доверять человеку, которого впервые встретил? Но на самом деле, вы должны задуматься Можно ли не доверять? Ты достоин большего Достоин жить среди королей, а не крестьян Еще до твоего рождения Против тебя начали плести заговор Те, кто боится какого-то могущества Ты можешь добиться Я твоя спасительница Шан Сун Присоединись ко мне И я положу миры к твоим ногам Это невозможно Это кроника, что ли? В моем мире твой клан во многом похоже Мы его поощущаем Удашка рука на своей шее Когда внешний мир будет править С земным царством ты сможешь преобразовать Ликоэн, так как пожелаешь Ликоэн, не слушай его Мы должны остановить Молчи, Ликоэн Но брат С лучшейся великого мастера Ты можешь выиграть эту волну? Похитители душ смертоносны, но их будет мало И так думаешь, потому что не понимаешь Их истинного назначения Объясни Император Иинг построил эту крепость во время одного из самых бурных периодов в истории земного царства Повсюду были враги Для защиты своей империи он построил великую армию И построил вторую, чтобы защищала его после смерти Это драконья армира императора Иинг Впечатляет Но какой смысл в этом уроке истории? Эти статуи были созданы и зачарованы великими предворными магами императора Они приводят в действие фрагментами души Если их оживить, они будут сражаться без устами, не зная вины и жалости Присоединись к нам и получишь несколько батальонов под свое начало Мало кто в земном царстве сможет превостоять Линкуэ Бихань! Да как ты мог? Отец был в гробу перевернулся, он был мямлющим старым браком Своей смертью он сделал нам одолжение, я был прав, позволив ему погибнуть Позволил погибнуть? Ты сказал, что пытался спасти его Я солгал, потому что ты не мог и сейчас не можешь принять правду Отец обрекликуально на опосредственность Теперь мы обретем величие Отец Свои Отец 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 Давай ломай ему рога, бля Какой он пылкий Ты будешь болтать или поможешь? Надо избавиться от этого земляника О, бля Би-хан 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 Блин, ну руками, короче, скорпион что-то вообще как-то Как-то руками не очень Не дай курляну сбежать Я в том, что когда раз женовый боец, а ты хрен его знаешь как убиться Примерно-то понимаешь куда жать, но я уже говорил в первой серии, я-то не профессионал в Mortal Kombat, это первый раз я буду играть Все-таки чистота золота, примесь и влияет на эффективность, словно Нарсу на корпусе корабля, они как на русском уменьши скорость Понятно Увидел, увидел, увидел Итак, ты отказался от предложения Шэнзуна Полагаю, твой брат согласился? Он уговорил его предать свою клятву Он может быть уверен, Кэнди Он может быть уверен, Кэнди Он уничтожил его Это невероятный ошибок ФАЙТ ФАЙТ Твою силу потерпел Я надеюсь, что якобы ФИАТ ФАЙТ 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 об болель что-то мне не нравится я имею ввиду драться это ты ошибся что ты надел и и и и и и и и и прикольно я еще же горишь преисподнюю и а и а и и и и и и что он фото булаву делает Остановись, иначе я спалю тебя целебко А блин, заколебал А я проигрываю, кстати Блин, еле-еле Пламя ликнует так просто не потушить Разделимся, мы должны его найти Что произошло? Он предал нас, мы все в большой опасности Мы все в большой опасности Позволил отцу умереть Оставил земное царство Он лишился разума Я знал, что недовольство пустило корни души пихания Но не думал, что он толкает его на безумие Нельзя дать его порча распространиться Чтобы мне это не стоило, я с тобой Спасибо Пусть мы не одной крови Но мы братья Глядь ли, до вас ничего не значат Вы должны подчиниться моей воле Только если она не нарушает принцип Мы не пожертвуем ее ради твоих амбиций Субтитры создавал DimaTorzok Не подходи Это мой бой Довольно, брат Прими будущее Я не желаю принимать участие Я не знаю, что это значит быть Лин Куэй Пойте Пойте Ты позоришь нашу семью и клан Тан臓 Субтитр мне больше не великий мастер они скорее поддадутся упорче чем последует за мы должны найти новый путь на котором будут следовать заветам отца и служить земному царству помоги мне нельзя оставить его здесь и позволить ему помочь шансу на повелители душ заработали как тебе это удалось колдун очень вовремя я раз что тебе удалось узнать тщательно изучив первую встречу шанс у нас его покровительница я сделал важное открытие ее сущность жизни сами кристаллы времени составляющие и не из этой временной линии не из этой линии как мог кто-то из предыдущей временной линии попасть в эту это невозможно если это невозможно то что тогда произошло мир не существует других временных линий кроме тех что были раньше все умники указывают на присутствие второй временной линии существующей параллельно с нашим две временные линии одновременно бок о бок движущихся вперед никогда за миллиард жизни я не видел подобного это не делает второй временной линии менее реальной нет никаких сомнений что покровительница шанс она пришла оттуда как она зачем она здесь и откуда она и все эти вопросы нежный ответ которых нам не получить пока нас атакуют я отправлю Сиддер договорю ее отступить из земного царства показать что историей кто-то манипулирует для этого придется раскрыть то что вы были хранителем времени у меня нет иного выбора мне потребуется твоя помощь Герас чтобы доказать истинность моих слов так ну и на этом закончим знаю что ждали эту серию писали даже в комментариях но сегодня подустал я немного после суток поэтому вот сколько смог столько записал скажем так это потому что я понимал что ждут новый выпуск завтра будет еще серия и там уже поиграем подольше ну а на сегодня это все всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч umi увидим